Когда мы делимся с кем-то своими эмоциями и чувствами, мы имеем все шансы получить непрошенные советы. И вроде как бы нам эти люди желают добра, но все-таки как-то на душе совсем не радостно. Почему так происходит и что делать, чтобы из-за непрошенного совета не испортить отношения? Разберемся вместе с ведущей и автором программы «Мамина школа» Олесей Новиковой. Олеся, привет. Привет, ребята. Олеся, расскажи, как делиться эмоциями, своими событиями, но при этом не получать вот этих непрошенных советов. Как вот между этим всем маневрировать? Действительно, у людей есть потребность делиться своими эмоциями, какими-то событиями, какими-то переживаниями, новостями. Они это могут делать лично, рассказывая другим людям или в соцсетях, там публикуя сторисы или какие-то публикации. И в этот момент нам всего лишь нужно предупредить людей, какой реакции вы от них ждете. То есть вы хотите просто показать или же вы хотите посоветоваться, вы хотите услышать мнение другого человека или просто хотите похвастаться, а может вы хотите пожаловаться, а может вы хотите, что просто вот вас выслушали, обняли и каким-то образом приголубили. То есть сами подталкиваем окружающих людей к тому, чтобы они реагировали так, как нам бы хотелось. И тогда нам не придется разочаровываться в людях, которые реагируют не так, как нам хотелось. Этих людей, которые дают непрошенные советы, на самом деле можно понять. Ну, во-первых, у нас у всех есть вот эта потребность причинять добро, спасать, делать что-то для других хорошее. Вроде все благими намерениями выложено. Особенно тяжело сдержаться, когда ты сам уже вроде бы прошел этот опыт, ты уже рожал, ты уже горшку приучил, ты уже прикорм ввел, все это знаешь, хочешь вот этих вот ошибок, чтобы другие люди избежали. Но при всем при этом все-таки лезть к людям с непрошенными советами, это как минимум некорректно. А еще хуже того, это когда ты еще и осуждаешь кого-то, кто делает не так, как ты. Ну и так, ситуация произошла, и непрошенный совет пришел в твою жизнь. Что делать в этом случае? Услышали совет, сразу спрашиваем себя, хочу ли я жить так, как человек, который мне это советует. То есть за этим советом действительно какой-то крутой опыт, какой-то, не знаю, карьерный рост, какие-то серьезные достижения, какое-то счастье в личной жизни. Какие-то, да, то есть есть эти успехи, и я тоже хочу так же, тогда, возможно, я прислушаюсь к этому совету. Если нет, то воспринимаем это как потребность человека просто рассказать историю про самого себя. На самом деле, очень часто, когда люди дают эти непрошенные советы, они вот, ну, в первую очередь хотят рассказать, а я, а я знаю как, а я мог, а у меня уже это было, я уже с этим сталкивался, и вот просто есть такое желание. Принимаем это, говорим человеку, да, спасибо, я разберусь. Но когда вы эту фразу произносите, вы сами для себя решаете, вы ее с улыбкой произносите, да, спасибо, я разберусь, и живете дальше, или же вы говорите, да, спасибо, я разберусь, и как бы все, расставили все точки над «и». Как прозвучало-то в разных интонациях. И больше и больше никто ваши личные границы не нарушает. А что, если вот, к примеру, на меня выливают тонну жалоб, и после этого как бы просят совета и просят помощи? Ну, вот тоже, если вы понимаете, что слишком много вот этого всего на вас льется, и хочется как-то остановить, но не хочется опять же человека ранить, и не хочется из-за этого поссориться, вы тоже можете человеку, выслушав все это, задавать вопрос, «Так что ты собираешься с этим делать?» И таким образом вы самого себя останавливаете, опять же, от этой вот потребности спасать там, где и не надо человека спасать. А во-вторых, вы этому человеку, его подводите к мысли о том, что это твоя жизнь, ты несешь ответственность, и ты должен что-то делать, какие-то решения принимать, чего-то начать для того, чтобы что-то поменялось. И таким образом как раз вы человеку и помогаете. Быть открытым к людям и к миру, это, наверное, иногда даже тяжело. Когда дверь в душе распахнул сильно, туда забежали все. Натоптали. Натоптали, да, и тяжело потом оттуда всех выгнать. Поэтому ищем баланс, ищем равновесие, прислушиваемся к советам Олеси Новиковой. Спасибо большое, что была с нами. Спасибо, Олесе. И вам всего хорошего. Олесе, пока, но пришло время вкусного рецепта, как ни странно, открытого. Пельмени на сковородке я никогда не пробовала, но это особый случай, и я решила рискнуть. Пельмени на сковородке.